всем привет вы на канале печуркина дача сегодня у нас 14 октября у нас вот такая погодка прохладно сейчас плюс 10 холодный ветер порывами какими-то то сейчас более-менее нормально но ветер так иногда налетает просто очень сильный вот я сегодня как обычно задача 1 вот так у нас облетели деревца осталось только вот ирка немножечко наверху вишня и черноплодная рябинка вот она такая красная красивая подойду покажу ирга вообще она как-то долго в общем не покрывается листвой так я тут тапочки теряю иду зацепилась за что-то так разулась в общем ирга долго не покрывается листвой весной она быстрее начинает свести мне кажется чем листья на не появляются вот и она видимо также долго облетает тут вот все в листве яблонька уже облетела только в верху там пару веток немножечко есть и вот так выглядит рябина очень красиво мне очень нравится в прошлом году кусту больше и гораздо красивее конечно же когда он стоял такой огненно-красный вот тут вот остались еще грозди пускай птички доедают ну и малина немножко стоит вот такая с листьями но скоро она тоже осыпется мы вчера приехали достаточно поздно и было темно уже вот вчера у нас шел дождь почти весь день шел сильный дождь такой достаточно даже можно ливнем назвать а с утра мне в ли раскину фотографию что у нас на даче лежит снег вот фото с камеры в общем сбросил мне и я если честно думал что сегодня будет очень сильный заморозок но утром валера выходил сказал что было плюс четыре сейчас намного больше всего плюс 10 но хотя бы немножко пригревает солнце я вообще на самом деле пошла за дровами в дровник потому что у меня кончились дрова в доме нужно вот подтопить печку у нас вчера возник такой вопрос насущные деревни по поводу дорог по поводу того что улицы у нас есть здесь у нас до самого дома вот у нас так центральная улица у нас не хватает метров 200 асфальта остальная дорога хорошая все равно там . она отсыпанная там градирует ее насколько понимаю иногда вот и увязнуть скажем так в ней не просто невозможно а есть улицы на которых грунтовая дорога и там когда пройдет дождь то есть машины и лозят могут застрять и так далее вот по поводу отсыпки таких дорожек которые то есть люди живут благополучно там и не могут нормально передвигаться по деревне потому что выехать от себя наверное сложно будет в общем вопрос возник в ходу сбора денег на как раз вот отсыпку дороги потому что ну невозможно я вообще как бы привыкла к тому что есть какие-то поборы скажем так что нужно на что-то собраться чтобы у тебя это что-то было вот чтобы отсыпать дорогу в снт так вообще в принципе то есть если ты сам на что-то не сдал деньги если ты сам что-то не сделал то у тебя ничего не будет то есть дороги там отсыпает снт нужно отсыпать значит все собираются даже когда у нас в нашем цедовом обществе насколько помню вот это было давненько конечно выиграли грант на замену столбов электрических вот этих вот или что-то там еще но в общем электрического и провода и и столбов в общем всего там что туда входит я плохо в одном разбираюсь и то нам нужно было собрать 200 тысяч для того чтобы вот участвовать в этом гранте то есть самих собственников нужно было там какую-то определенную сумму собрать и на нас делили мы собирали эти деньги сдавали нашему председателю и вот в этом участвовали я конечно не знаю что там заменили заменили ли я уже не помню вот и по итогу получается что как бы ну так здесь деревня кто-то готов собирать деньги на что-то кто-то не готов я вообще всегда за ягода на все абсолютно все что там делается вот лишь бы было лучше хотя вот вот эта дорога она мне ну два раза в год нужно было на самом деле потому что мы один раз всего по этой дороге которая вот сейчас такая проблемная она ведет к озеру были мы были там один раз когда смотрели дачу просто подъезжали к озеру и там плавала уточка вот а второй раз мы были этим летом там но мы не доехали туда потому что там уже была вся изрытая дорога в общем там такие колеи были что мы побоялись заезжать мы были летом посмотреть на пирс который установили местные жители вот я даже снимала там короткий шот короткое видео в общем по итогу мне это как бы дорога не нужна я там не бываю но я считаю что если не сделать вот это сейчас то никто ничего нам в ближайшее время не сделать может быть через пару-тройку лет и что-то изменится что-то нам отсыпят что-то доделают и так далее но через пару-тройку лет это никому же не нужно будет там нужно будет вообще капитальную наверное дорогу какую-то закатывать чтобы более-менее восстановить то что изъелозят сейчас вот поэтому конечно в деревнях хотя казалось бы да деревня населенный пункт администрация администрация сельских поселений там районов должна обеспечивать вот это вот все ну вот как-то так не обеспечивается вот такую тему затронула я обычно не копаюсь в этом глубоко ну как-то так в прошлом году я помню что снимала коротенькое видео по поводу того что у нас метель где-то 28 или там 26 октября это было вот сегодня 14 и я с содроганием сердца думаю что скоро зима и что у нас уже скоро выпадет снег мы конечно в этом году готовы купили снежник будем пробовать им чистить здесь все но так не хочется так хочется чтобы было тепло чтобы немножечко хотя бы еще постояла чтобы не нужно было окутаться в куртке хотя у нас это осень достаточно теплая я буду сих пор на работу хожу в кардигане мы даже еще куртки не доставали валера ходит в толстовках и сверху жилетку одевает там синтепоновую и все на этом а мне кажется в прошлом году было гораздо холоднее вот в общем пошла я за дровишками как раз он там вышло солнышко меня так пригревает хорошо я в теплой толстовки лисовой меня прям солнышком пригревает чего иду в общем-то пить печку а потом не знаю может быть пойду еще в малину схожу что-то постригу сегодня дождь не обещают но обещают его на завтра поэтому завтрашний день у валера будет опять такой сомнительно что он что-то сможет сделать но одно радует что мы в принципе все выкосили то есть у нас практически нет травы и в зиму мы вот так вот уйдем вот такой вот короткой травушкой и там все в деревьях у нас выкашено и на огороде тоже опять у нас местный кот ходит сейчас хотел зайти в гараж я его испугала ходила в малину стригла код привет давно не виделись да твое любимое местечко здесь привет что что такое что привет чем пахнет малиной смородиной ну ты такой подъелся немножко покрасивше стал да да такой мохнатый все иди по делам по своим я пошла по своим все иди я надеюсь мы тебе прошлый раз кусочек шашлычка оставляли надеюсь ты его съел вот в общем ходила я в малину в малине настригла веток все руки исколола кошмарно колючая малина взяла валерина перчатки вот эти вот которые мелоки устойчивые там порезом проколом не знаю попробую одеть потому что на мне сейчас вот двое перчаток моих вот они одеты тут две пары в общем и как бы мне все равно прокалывала перчатки там стоит моя тележка с настриженной малиной и я вытащила из гаража измельчитель сейчас принесу бобину с проводом не знаю как она правильно там называется ночью удлинитель наш этот на ножках подключу 10 кусочек чуть-чуть веточек принесла надо прикатить тележку и измельчу то что настригла выстригла практически все добралась там до смородины и смородине увидела что в общем там подставка такая вот деревянная вот такая же как под крыжовником в общем она вся подсгнила надо валеру чтобы он все вытащил оттуда все эти досочки палочки и остатки эти сжечь там в печи в бане а туда под смородину поставить нормальную пластиковую у меня они в принципе есть в наличии сейчас новенькие вот в общем пошла я за удлинителем вот все подключила катушка с удлинителем в общем притащила сюда свою тележку столько у меня малины на стрижена вот вроде пока везла туда из кустов вроде ничего не потеряла на самом деле пожалела что раньше не одела вот эти перчатки ну они мне большеваты конечно на руку но тем не менее в общем пожалела что не одела их потому что сейчас вот там в кустах все собирала ветки малины и прямо безбоязненно уже бралась вот так вот пучками потому что пока не заметила чтобы прокалывала моим перчатки уже бы давно проколола и я бы все себе пальцы исколола об малину напрямую очень колючим не тут шипы такие не знаю вот этот видно или нет вот этот на черном попробую показать вот наверно вот такие же пылин как у розы какой-то я не знаю я такую малину колючего не видела вот поэтому прокалывает на раз-два а вот эти перчатки ну пока как бы я не укололась все хотим мне купить такие но все размера нет это по моему эль вот мне бы м-ку хотя бы вот что было более-менее нормально так ну что пробуем запускать тут у меня все сейчас я проверю защелкнута защелкнута я в прошлый раз его даже сама раскрутила посмотрела там как устроен вот здесь вот такая крутилочка раскручивается и эта штука поднимается и там вот этот вот нож получается внутри находятся и там тоже можно почистить хотя там прошлый раз я просто ради интереса открыла там все было абсолютно чистенько так что так я так полагаю надо на что нажать-то вот и все измельчила я все ветки вот у меня тут только листва немножко валяется это которая вот именно здесь высыпалась чем мне нравится этот измельчитель то что ну вот такое и не знаю как это называется правильно но все вот такая горловина есть воронка вот и если здесь что-то остается получается листья какие-то то это все не разлетается в разные стороны остается тут и когда ты сюда запихиваешь там новую партию веток это листва труха все это уходит вниз то есть ничего мимо не сыпется никуда не попадает единственное что поняла сейчас что нужно обязательно либо в очках это все делать вот в защитных каких-то вот либо быть более аккуратным я конечно в очках сейчас их но пару раз мне ветками по лицу попадала за счет того что ты сюда пихаешь какую-то такую мохнатую веточку вот ее начиная там пережевывать и соответственно у нее какое-то движение происходит эти ветками может там нож на отмажь дать по лицу вот поэтому беречь глаза нужно вот в этом случае мне бы в глаза ничего не попало почему потому что все равно очках но при этом мало приятного вот в общем у меня все получилось здесь единственное что нужно следить постоянно за скажем так наполняемостью вот этого контейнера потому что когда он наполняется достаточно сильно у него вот вот в этом месте вот как раз здесь отсюда сыпется все вовнутрь начинают образовываться горочка вот поэтому как бы желательно посматривать не образовалась ли вот тут вот горка а вот там вот может быть меньше гораздо вот так наискосок получать по диагонали тут меньше тут больше что вот это место не засорялась смотрим вот вот такая вот у меня получилась труха совсем такая мелкая вот даже разлетается на ветру перемалывая то вот листья свежие в общем мне очень нравится веточки мелкие вот такие пропускают но это не принципиально совершенно ну вот такие веточки может пропускать в общем сейчас высыплю куда-нибудь пока не решила возможно здесь ты высыплю в эту траншею мы прошлый раз сюда и высыпали вот это сверху вот получается от помидоров вот выглядит сейчас так как будто деревянное что-то из кромсали как будто дерево труха вот выглядит вот как-то вот так даже где-то тут видела помидорка валялась который я тут бросила вот она лежит возможно выступлю сюда потому что мы вот эту траншейку засыпаем выравниваем чтобы здесь было ровненько вот чтобы меньше насыпать не знаю подложки под вот эту вот площадку когда мы ее будем в общем на нее когда будем укладывать плитку бетонную вот в общем очень мне нравится не знаю пойду сейчас еще похожу там посмотрю может быть что-то где-то еще нужно обстричь чего не выстрелила и буду убирать обратно в гараж чтобы в общем-то штуковину выкатить мне пришлось еще выкатить газонокосилку потому что валера там я поставил как раз на входе вот и мне было не очень удобненько закончила я измельчать ветки вот там уже села солнышко я еще пошла на стрелы немножко малина уже унесла удлинитель сейчас укачу в гараж измельчитель сам очень конечно удобно что он на колесиках так вот его прокидываешь и покатил но в принципе так же как и мою вот эту вот тележку также абсолютно а вот там на заборе сидит нагленький кот да ты там сидишь ты не уходишь я думал ты убежал уже давным-давно а ты все здесь ошиваешься на этот наблюдательный пост ты такой мохнатый стал ты такой пушистый по весне такой облежь и был весь он избегался видимо по девкам да это немножко покажу хочешь главное меня не цапни ладно что скажи боже ты меня трогаешь зачем ты меня трогаешь правда я тебя ни разу не гладила еще валер типа наверно гладил пока я не вижу да ты у нас тут так ошиваешься звезда ютуба я не помню как тебя зовут нам говорили но я забыла в общем сейчас уберу измельчитель и уберу тележку и нужно уже затопить баню потому что уже не знаю сколько времени но я думаю что уже ближе к 6 изо рта уже начинает идти пар вообще прохладненько и ветер поднимается вот и в общем пойду топить баню потому что мне понравилось что валера приезжает а баня уже там буквально 40 час и готова освобождается как-то больше времени и ему на отдых чем он обычно бегает туда-сюда с растопкой бани сегодня в тандыре ничего готовить не будем как-то поднадоело в общем не захотела я сегодня что-то готовить валера звонил спрашивал покупать ли ему мясо вот сегодня не будем ничего делать будем отдыхать всем привет приехал я с работы оля уже затопила баню труба у меня без зонтика сейчас стоит не знаю видно не видно в общем прошлый раз я его снял и у меня был зонтик 115 диаметра не подошел на трубу увез назад его в город и сегодня привез точнее вчера привез 2 зонтика на выбор так сказать какой подойдет оба 120 вот один вот такой зонтик с хомутом вот он мне как бы больше нравится то что его можно раскрутить одеть на трубу и поджать вот этим болтом а вот этот просто одевается на трубу ну и возможно он может слететь в общем посмотрю какой лучше встанет на трубу полезу завтра если опять же не будет дождя потому что на завтра передают что будет дождь если будет дождь тупо мокрой крыше то не совсем охота лазить и поэтому скорее всего не полезу сейчас пойду проверю что нам с бани что с водой наношу дрова в дом в баню вот сходим в баню и будем сегодня отдыхать тандыр мы сегодня не топим маленько под надоели уже шашлыки надо сделать паузу не знаю чего там там сидит наверное кирпич нагрелся за день потому что день сегодня был солнечный она сидит греется такой он получше стал выглядеть по лету бегал какой-то весь облезлый а сейчас такой прям махнач махнач но видимо к зиме готовится код-код-код-код пофигу сидит в общем бегу проверять баню ну и наверное уже завтра включимся сегодня уже ничего снимать не будем баня у меня почти уже готова термометр показывает почти 50 градусов сейчас пока буду переодеваться собираться дойдет до 60 я в бане стараюсь не жарится а именно парится поэтому стараюсь выдерживать температуру 60 и поддаю пара и мерил по электронному термометру приблизительно у меня такой режим 60 температуры 50 60 влажности что хотел рассказать хотел рассказать как у меня выглядит здесь все парение вот такой подголовник у меня здесь деревянный мягкий стилю простынь на полок здесь у меня заварена травка можжевельник на печке у меня стоит сверху наверно не видно как показать в общем вот здесь такой кубик это испаритель в него наливается вода вот каждую эту дырочку и капается несколько капель масла масло я пользуюсь пихтовым это прямой отжим натуральное масло эфирные масла мне не понравились по моему какая-то химоза в общем здесь у меня висит ковшик такой деревянный бондарный но висит он больше для красоты мы им не пользуемся потому что его нужно окунать постоянно воду и если его разопрет тогда он не бежит если же он сухой то вода начинает вот здесь вот бежать но опять же если он сильно влажный то он может заплесневеть поэтому в основном висит он здесь так сказать для декора пользуюсь я вот таким ковшиком с длинной ручкой очень удобно сидя на полке поддавать вот он получается медный обычная деревянная ручка сейчас хочу запарить веник по-новому очень много смотрю контента всяческих банщиков вообще банная тема мне очень нравится но с детства я привык что мы запаривали веник всегда в кипятке была такая вытянутая кадушка в нее веник и пару ковшей кипятка туда и запарили посмотрел многих банщиков многие в общем окунают веник сначала в холодную воду здесь у меня холодная вода потом одевают на него простой пакет вот у меня мусорный пакет одевают закутывают веник в этот пакет и оставляют на полке еще на минут 15 то есть 15-20 минут пока сидишь на полке прогреваешься и перед тем как начать париться веник уже готов в общем сейчас попробую этот новый метод и завтра скажу понравилось мне или нет наступило утро воскресенье затопил печку в доме на улице у нас плюс 2 у многих соседей тоже печки топятся вот сейчас пока не пошел дождь нужно залезть на крышу и примерить зонтики которые я привез и который подойдет закрепить его на трубе потом нужно будет мне попилить дрова потому что дровники накопилось очень много дров и здесь тяжело пройти к основным дровам то есть здесь у меня всякие доски которые надо просто напилить и все до них не доходили руки сегодня это сделаю также нужно будет я приезжал в понедельник на даче но ничего не снимал потому что особо ничего интересного не было так помыл газонокосилку помыл свои зимние колеса старые выставил их на продажу благополучных уже конечно продал за неделю новые колеса у меня тоже приобретены будут скоро уже переобуваться а в понедельник я занимался тем что выметал вот эту дорожку здесь была такая сухая трава с камнями вот в этих местах и я вот здесь вот максимально сколько смог все камел потому что здесь у нас по этой дорожке планируется ездить снегоуборщик и чтобы здесь не было каких-то крупных камней нужно было здесь привести все в порядок также вот здесь было очень много иголок от кедра я их тоже сюда смел сюда ну в разные стороны и вот здесь тоже все промел то что промел собирал тележку и высыпал вот сюда дворота к заезду вот надо здесь еще вот это дело все маленько граблями подразровнять а хотел сказать же еще про веник про новый способ за парке ну как новый способ старый просто я его применял в первый раз не знаю если честно мне показалось что веник как более душистый что ли вот такой был и на нем лучше держались листья поэтому в следующий раз также замочу его в холодной воде а потом в пакеты на полок и попробую еще раз так сделать чтобы нужно точно понять хорош этот метод или нет ну вообще раз все им пользуются наверное он очень хороший пока мои ощущения мне понравилось в общем сейчас буду доставать лестницу не полезу наверх перепилил дрова которые мешались на входе сейчас складываю их тележку и увожу в дровник вот так выглядят напиленные дрова сложенные будем топиться этим хламом пока а вот эти основные дрова нужно приберечь что мы уже вот столько спалили ну правда мы и на тандыр их используем и на баню и на дом потому расход такой большой но вот сейчас вот этим хламом будем баню топить дом хорошие березовые будем использовать для тандыра помимо этого сейчас еще сделали вот такую будку для скважины или небольшой домик временный и прикрутил вот такую мачту для провода потому что здесь мы будем ездить снегоуборщиком и чтобы провод не попал в него и не повредился нужно было провод поднять наверх вот туда он у меня уходит ну и там он на выключатель сейчас нужно будет измельчить ветки оля опять нарезала веток от малины а потом отмерим шланг который нужен до бани для того чтобы набирать воду в баню зимой сюда я поставлю быстросъем у меня нету быстросъема нужно будет купить и шланг этот будет храниться всегда в бане под полком и буду с него воду сливать чтобы она там не замерзала и зимой буду подключать сюда на быстросъем и набирать воду в баню отрезали вот такой кусок шланга будем использовать его для бани остальной кусок смотали связали и сложили в дровник он уже до весны нам не понадобится сходили соли сейчас на огород проверили как там дела съели пару клубничин ремонтантный сорт долго дает ягоду погода у нас портится пошел обещанный дождь поэтому сейчас будем собираться в город спасибо что досмотрели этот ролик до конца подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем пока